раз был на задержании и пришел задерживать мужчину не традиционный сексуальный ориентаций напарника понимали что куда не тронь везде приятно и нам приходилось как бы это но мы его взяли аккуратно за руки нежно нежно заломили ой еще изображал такое ну что посылал потом когда мы призыва в отдел и надо было был дактил скопировать и нам пришлось тянуть спички кто будет это делать потому что никто не хотел особо с ним заниматься вытащил короткое но это был один сотрудник который сейчас уже на пенсии я тоже так всегда говорю когда я делаю город про меня и он ему очень долго этот год скопировал так это и так что мы хотели бы увидеть сейчас мы с лидой никогда не работали в полиции мы только с ними сотрудничали в рамках своей профессии поэтому мы себе момент задержания представляем вот так ли да твои руки вверх конечно сходит так главное при задержании это неожиданность человек не ожидает что задержит его обезопасить себя этого взять его за руки на письме так после чего чтобы не дать ему чтобы он избавился от находясь при нем запрещенных предметов одеть ему наручники желательно это делать все время руками держать как тяжело а после этого заломать и на манирование давайте отведем его что программу же наконец начали да это вот так вот иди меня о чем говорит город говорим и мы в эфире соседский вай фай в студии риде шулаева привет и кирилл осенин подключайтесь кирилл я думаю что главное событие минувшей недели несмотря на инаугурации и прочее 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 главное событие это все-таки день победы день победы праздник праздник который никак нельзя обойти внимание я даже считаю что это самый главный праздник я эти скажу что в детстве я думал что новый год самый главный праздник но подрос вот мне уже 30 лет и я считаю что 9 мая это тот праздник который надо праздновать всей страной действительно это лучшее что надо спраздновать и главное потому что это память поколений пока мы празднуем и это память она сохраняется потому что то чего за что очень страшно что пройдет несколько десятилетий и вот эта победа она может стереться да вот как победа войне 812 я тоже сейчас хотел аналоги провести что 8 да мы сейчас же не празднуем победу над наполеоном хотя могли бы это была отличная победа уверенно я считаю что чем дольше вот такие акции проходят как бессмертный полк тем дольше жива память об этой победе потому что очень часто не знаю встречал не встречал вот эти ролики в социальных сетях вот эти вот фотографии веселых молодых людей которые говорят можем повторить вот хочется им ответ сказать а ты в курсе да что ты сейчас хочешь повторить я не хочу чтобы это повторялось страна либо вообще потому что вот эти цифры до 46 миллионов погибших советских людей это цифры действительно страшные и люди с которыми мне довелось поговорить это ветераны это люди которые прошли через войну дети войны блокадники они рассказывают на самом деле ужасные вещи и просто огромная им благодарность и уважение за эту силу духа за вот эту вот храбрость с которой они отстаивали нашу родину и приближали победу вот смотри это их заслуга наша жизнь это их заслуга да соглашусь с тобой полностью но к сожалению в девятого 9 мая получилось так что мне пришлось работать и я не попал в самошествие то есть я не пошел по раду вместе со всеми но я заметил в толпе тебя до кем ходила расскажу пожалуйста это дед моего супруга николай иванович шулаев человек у которого есть орден ленина два ордена красной звезды медали за отвагу и за боевые заслуги он участвовал форсирование реки тисы и был вот в развед как раз этой роте разведчиками они пришли в тыл к немцам и отвлекли внимание этих немцев на себя начали обстрел немцев благодаря чему вот это форсирование но прошло успешно а после этого они взяли станцию кишкире и этой станции николай иванович похитил пулемет у немцев забрать забрался на чердак от станционного здания и просто начал прицельный отстрел этих самых немцев и вот как раз за успешное форсирование реки тис и указан президиума верховного совета 24 марта 45 года он был как раз награжден орденом ленина но очень круто да да это очень круто это одна из высших наград и я шла с этим с этой фотографии и я знал что-то ощущала в этот момент ты шла внутри потому что я объясню почему я спрашиваю очень часто проскальзывает такой момент что люди пришли не сами а людей туда заставили прийти и скажу тебе больше говорили о том что студентам раздавали фото с неизвестными людьми главное сделать стал объем вот объясни мне пожалуйста к человек который был внутри бессмертного полка что-то ощущал в этом все годы я всегда ходила в бессмертный пол даже без фотографий даже когда ты просто приближаешься к этому шествию тебя начинает просто бить какая-то мелкая дрожь вот эта энергетика невероятная когда ты видишь множество 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 этих фотографий и вот я каждый раз вспоминаю ванга до пророчества она говорила что россия станет великой державой когда мертвые станут в один ряд с живыми и я вспоминаю эти слова вот я даже сейчас тебе об этом говорю мне мурашки по всей коже потому что на самом деле это это действительно величественное мероприятие этот полк он не не может оставлять никого равнодушным даже если тебе дали фотографию неизвестного солдата ты встаешь в этот полк и ты чувствуешь себя причастным другая как это определенная честь мне кажется есть честь потому что мы и солдат да там до 8 миллионов погибших и каждый из них мы не знаем каждого из них но мы каждого из них должны быть благодарны я всегда себе представляю но я как человек который склонен к сарказму склонен к преувеличению месяц сразу представляется как сидит человек на работе муниципалитете заходит к нему руководители знаешь что ты идешь на бессмертный полк он где-то я я хотел на шашлык я хотел дернуть пенового напитка я хотел там с друганами полежать в канаве грязненький такой весь хотел туда он говорит нет ты пойдешь с фотографии неизвестного солдата с одной стороны в принципе я понимаю что его заставляют да но это плохо заставлять плохо с другой стороны тебе оказывают честь чтоб ты хоть что-то сделал хорошее и полезное вместо того чтобы пены напитки употреблять а потом не сразу представляется еще момент что вот этих всех людей которых показывают там на первом канале обычно показывают когда большую интервью делают что они идут с аккордеонами с баянами идут в форме неужели их всех тоже заставили одеть пилотку советскую найти купить форму советскую ремни кто-то даже покупает маляже оружие их всех заставляют учить советские песни как катюшу день победы все поют достаточно посмотреть на этих людей вот ты был на этом параде я бы я не вот я сколько себя себя помню я не пропустила ни одному параду в своей жизни и достаточно посмотреть на эмоции людей которые на этом параде они не просто так они радуются действительно ли они слава осознают и действительно война которая объединила победа даже до которая нас объединяет а теперь о героях совсем не положительных мы с вами совсем не положительных слушала я тут прямой эфир политического обозреватель нижегородского андрея вовка с секретарем нижегородского регионального отделения партии единая россия у нас председатель с денис денис москвин человек который у нас как как бы представляет наши интересы да 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 мы саров ходит как раз в его округ и ему задавали разные вопросы касаемые в том числе и сарова и поднялся вопрос о наших членах партии которые были пойманы не совсем трезвыми за рулем совсем не трезвыми я бы да 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 фамилии я называть наверное сейчас не буду героев наверное все знают в лицо либо загуглите друзья да но мы знаем что среди них два депутата и один советник главы администрации да спрашивают у вас денис павлович точнее обращают внимание на поведение членов партии в сарове два депутата и советник главы лишены водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования какие меры по партийной линии могут быть к ним приняты спрашивает слушатель ну мне об этих фактах неизвестно после нашей программы мы конечно же уточним что имеется ввиду значит и в случае того если эти факты подтвердятся то мне кажется андрей как человек который следит за политической повесткой не даст мне соврать любые факты правонарушений жестко пресекаются и согласно уставу партии согласно в общем-то духу партийному люди которые своими действиями дискредитируют партийную организацию немедленно лишаются и статуса члена партии и должностей в партийной организации некоторые лишаются даже мандат на твой взгляд ударит по их скажем имиджу самолюбе так далее я думаю что ударит самое главное что наверное это научит их чему-то а если они лишатся мандата то они не смогут представлять и же мнение жителей людей которые да за них голосовали то есть они получается подвезут и своих избирателей денис палыч обещает быть у нас в сарове 16 мая получит ли эта история продолжение мы узнаем надеюсь что что получит все таки потому что на самом деле виновные должны быть наказаны человек я простой и мне бы хотелось чтобы тех кого поймали потому что если ну как бы мы все знаем не пойман не вор тебя поймали тебя про тебя уже все известно накажите прилюдно на самом деле народу да увидеть что правосудие существует как в одной мудрой книге написали кто без греха пусть первые да нет меня камень но я считаю да может быть это прозвучит пафосно что пьяный человек за рулем равно убийца потому что он реально представляет угрозу не только для себя но и для окружающих он не может контролировать ситуацию и может причинить серьезный вред да я соглашусь с тобой пьяный за рулем даже хоть немножко это убийца и в любом случае преступник в любом случае преступник предлагаю прерваться и узнать о чем пишут в телеграме которые хоть и вне закона но все еще жив немножко нарушим чуть на прошлой неделе владимир путин внес в госдуму предложение назначить новым премьер-министром дмитрия медведева государственная дума кандидатуру всячески одобрила и поддержала пока дмитрий анатольевич изо всех сил старается оправдать оказанному доверие мы вместе с каналом лентач вспомним несколько самых известных высказываний политика во время визита медведеву в мае 2016 года феодосию к нему подошла пенсионерка и пожаловалась что пенсии не индексируется а 8000 рублей для жизни недостаточно на что премьер ответил просто денег нет значит будем найдем деньги найдем деньги сделаем это вы держите здесь вам всего доброго хорошего настроения и здоровья дальше больше во время общения с участниками форума территории смыслов господин медведев посоветовал недовольным зарплаты учителям буквально следующее а если хочется деньги зарабатывать есть масса прекрасных мест где это можно сделать быстрее и лучше тот же самый бизнес но вы же не пошли в бизнес как я понимаю ну и пожалуй самое известное высказывание дмитрия анатольевича на открытие олимпиады в сочи в 2014 году тем временем по данным каналу медиа лекс роскомнадзор вежливо попросил депутатов единой россии удалить телеграм с официальных телефонов и по возможности отчитаться об этом публично о том чем занимаются народные избранники со своими неофициальными телефонами роскомнадзор видимо не интересует параде победы 9 мая приняли участие 13 тысяч человек около 160 единиц техники и один стивен сиба но к сожалению главный праздник страны не обошелся и без неприятных сюрпризов пока подписчики канала 360 тв сбивались со счета находя все новые ошибки на плакатах в кургане кемеровской области местный фермер вывесил на двух принадлежащих мы зданиях тематические баннеры с поздравительными надписями на фоне фотографии своей собаки породы самоед ну а клиника ветмастер уделала всех предложив честь праздника льготную кастрацию как-то грустно все это товарищи и наконец печальная новость для всех выпускников гуманитарных вузов от канала 360 тв первый в мире ресторан фастфуду в котором работают роботы открылся в американском городе бостон роботами в ресторане является семь крутящихся чаш они смешивают обжаривают ингредиенты на каждый заказ при этом уходит не более трех минут сделать заказ посетители ресторана могут через электронные терминалы или с помощью голосовых сообщений а к нашему соседскому вай фай подключиться сейчас наш гость это заместитель начальника уголовного розыска николай сафронов николай здравствуйте добрый вечер привет николай вы подключаетесь вайфай мы так долго тебя ждали к нам в эфир так долго потому что мы очень хотели получить из полиции все нам отказывали ты не отказал спасибо тебе большое самый народный полицейский мы прямо сегодня присваиваем вам это звание доставать телефон подключать к нашему вайфай я тебе сейчас скажу парольчик без опасность без опасность нет на самом деле пароль у нас сегодня очень простой преступление и наказание интересный пароль вбивайте а а что вообще важнее преступление или наказание кстати одно без другого не может быть как бы быть наказание вот если мы вспомним преступление да и наказание саму книгу то там вот преступление это возносилось в ранг чего право я имею имею или тварь я дрожащая то есть преступление для родиона раскольникова было таким способом самовыражения подключайтесь подключайтесь вам жалко был бабушку который родион топориком то мне было жалко соню мармеладову которая за ним поехала на каторгу и в итоге спасла родиончик а на тебе все равно было ее жалко подключился подключился отлично ну что я думаю давайте-ка раз у нас тут представитель правоохранительных органов спросим преступник ли пьяный за рулем то вот мы пришли с кириллом к выводу что он чуть-чуть убийца отчасти да отчасти почему потому что здесь почему мы считаем вот у нас у меня твердый поезд сел пьяным за рулем все ты представляешь опасность равную гранате с выдернутой чекой пока ты ее держишь все хорошо отпустил произошел взрыв водитель который управляет автомобилем станет какого-либо опьянения алкогольного наркотического да может привлечь вредка к себе так окружающим я согласен с этой точки зрения но есть так категория людей которые не может ездить трезвый да как говорят наши общество то есть ему надо выпить там определенную свои там 50 грамм коньяка либо какого-то другого напитка его себя лучше чувствует это короче шучу боюсь автомобиля что мне надо выпить для объект по большому счету конечно пьяный за рулем любого транспортного средства это огромная опасность повышенная опасность вот смотри а решение правда достаточно вот я да хотел тоже немножко другому задать вопрос как ты считаешь вот вы каждый день полицейские имеют в общем каждый день вы сталкиваетесь с теми кто нарушает закон даже несмотря на то что принято считает что наказание отвратимо как ты считаешь штраф 50 тысяч 30 тысяч рублей а изъятие прав на полтора года я понимаю что это не твоя тема как бы по большому счету но все-таки этого достаточно для того чтобы вразумить пьяного человека который пытается из-за руль или нет какое наказание удобоваримо чтобы перестали себя садить с пьяными кирилл сейчас как бы сказать уже поменялось и если человек дважды попадается в течение одного года управляя автотрансредственным касаемо компания его привлекает к уголовной ответственности и что ему присуждают там наказание вплоть до лишения свободы не вспомнишь до скольки лет ну там вы зачастую это колонии поселения до года до года ну я думаю что да это справедливо потому что один раз может быть и действительно ошибся у тебя будет шанс подумать полтора года над своим поведением а если в колонии поселения нет за первые за за первое правонарушение это не лишение одного такого он подумал а если вот и регулярно нарушая что это уже это будет причем уголовной ответственности помимо лишения права управления транспортным средством идет уголовная ответственность вернемся к уголовному розыску к вашему профилю вот я в сарове человек новый два года всего живу и город мне кажется абсолютно безопасным ну не абсолютно но максимально безопасным и первое мой первый брифинг в в д привел меня в такое легкое состояние ступора пресс-секретарь управления рассказывала нам о том как ночью было из квартиры гражданки было похищено пол тортика глубины души нашел его это действительно было такое преступление зло мышленки проникли квартиру помимо того что они похитили из этой квартиры ноутбук они еще из холодильника покиньте по их похитили половин торта которые хозяева не доели во время ужина обмывали видимо но вчера у нас было еще один из жителей город саров обратился что не пустил у него попал код квартиры год до слава ушел погулять проводим полный комплекс мероприятий по поискам и пока но вы там фото робот состав сделали даже лапу как это пальцы опросили свидетель они в свидетель с которыми чему я веду свой вопрос не скучно быть полицейским сарой ну так вот по-честному откровенно можно не про себя отчасти город несмотря на его необычность то что он окружен периметром въезд только по пропускам и только для тех жителей которые имеют право что уехать у нас также есть лица которые нарушают закон совершают преступления что скажем так в работе уголовной полиции что ближе тебе больше пред каких дел больше грабеж разбой кража мошенничество мошенничество используем сети интернет и средств мобильной связи туда же был случай нас есть клиническая больница номер 50 на территории нашего города злоумышленники похитили оттуда кислородные баллоны некий гражданин представился представительной фирмы который поставляет им кислородные баллоны сказал что сейчас приедет от них автомобиль нужно их забрать загрузить для этого они загрузили порядка 40 баллонов тот благополучно уехал дальше расскажу вот этот водитель который привез их обратно которые заряжены которые забирала эти баллоны его также наняли по телефону чтобы их отвезти в другой город он не зная введенном заблуждении забрал эти баллоны отвез получил за это оплату сдал их как бы честную работу сделать а человек или теперь он соучастник нет он просто свидетель преступления он также стал орудие преступления зная об этом конечно как и в других городах это имущественное преступление кирилл это преступление связано с хищением имущества вот за последнее время нас вместе защитили из хищения квартирной кражи это воруют из квартир наши жители тортики тортики и ноутбуки нет к сожалению не тортики а это вещи из прихожей комнаты приходят с кем какая ну приходя домой наши же мне кажется что да вот это тоже особенность закрытого города люди не закрывают дверь у меня знаете какая бабка живет на четвертом этаже честно да не один у нас у нас попытался один разок там поселиться бомжатник один бомжик один он к нам больше не приходит бабушки у нас бабушки у нас да лучше лучше чем видеонаблюдение лучше чем сигнализации да бабушки-то главный свидетеля в нашем деле зачем мне закрывать дверь если есть бабушка на четвертом этаже вот кстати да я просто хочет почесть встречаться вот и все друзья закрывайте дверь пожалеете наших доблестных полицейских у них и так очень много работы кирилл я думаю у время нетрадиционные рубрики у нас есть нетрадиционная рубрика николай в ней мы задаем вопросы ты больше полицейский или милиционер милиционер почему я начал в милиции работать и все навыки и учителя которые у меня были дали мне это милиционер окей самый нерепый преступник в практике что он сделал оставил документы на месте пострадал свои паспорт водительскую серию отлично самый странный потерпевший что это было самый странный потерпевший странных пятерпевшку зачастую бывает очень много уже само слово сочетание странный потерпевший звучит неоднозначно что они иной раз не знают что у них похитили и где это происходило как это все им произошло на дубинка или шокер при задержании что выберешь ни то ни другое что выберешь тогда авторучку авторучку в глаз протокол задержания а ну нежные уговоры пройдемте да ну пожалуйста извиняетесь ли вы полицейские если подозревали человека необоснованно конечно а как это происходит просим прощения что побеспокоили до вас люди ошибаются все у меня вопросов больше нет ну во всяком случае таких а я вот как раз тему последнего вопроса хочу продолжить извиняют ли понимают ли образ полицейского не интересует потому что в свое время я несколько раз ездила в голландию на чемпионаты мира по мини-футболу среди полицейских и мне довелось до по работе в голландии очень странно довелось пообщаться с полицейскими из разных стран и на самом деле такая интересная ситуация у меня получилось в голове картина допустим если мы возьмем европейских полицейских идет мама по улице своим ребенком и она говорит вот смотри стоит дядя в форме когда у будут проблемы ты вот к нему обратись он тебе поможет картина в россии идет мама с ребенком ребенок начинает капризничать будет будешь плохо себя вести вот там вот стоит полицейский я тебя ему отдам там полиции полицейский друг у нас полицейскими пугают вот почему так и может быть помягче надо как-то бы наверное просто сложилось как бы из поколений когда маленькие детей там дяди стёпа вот но им тоже там говорили что дяди стёпа там накажется вас получает такой полиция карающий орган такой ну да в основном так и так и да вот у меня дяди стёпа наоборот ассоциируется вот с какой-то любовью заботой мне бы хотелось вот так вот что-то у меня случилось я думаю а позвоню-ка я 02 и скажу ребятушки прибегайте спасайте кот сбежал у меня на вот так и было а раз уж мы заговорили про дядю стёпу узнаем помнят ли кто что это за герой наши горожане слова и лени грецкого и ей парень парень не хочешь чего-нибудь запрещенного ну не хочешь почитать хотела предложить кое-что запрещенное нет я не употребляю такого а какого вы не употребляете вообще никакого а читайте в каком смысле книжки книжки читаю предлагаю вам прочитать про дядю стёпа ну-ка дядя стёпа в доме 8 дробь 1 у заставы ильича жил высокий гражданин по прозванию каланча почитать не хотите это не ко мне а почитать не хотите ну а давайте про что это почитать можно дядя стёпа утом рано быстро вскакивал с дивана окна настичь открывал душ холодный принимал чистить зубы дядя стёпа никогда не забывал предлагаем вам почитать знаете такого конечно кто это дядя стёпа и ходу не годны из окопа вы видны все любили дядю стёпу уважали дядю стёпу был он самым лучшим другом всех ребят со всех дворов он домой спешит с арбата как живешь кричат ребята он чихнет ребята хором дядя стёпа будет здоров в моей голове да там какие-то есть такие вот образы сформированные кинематографом глеб жеглов володь шарапов а чуть более современные там улицы разбитых фонарей и вот там прямо такая какая-то самый-то крутой десу самый классный фильм ликвидация же да и там какая-то вот такая вот полицейская романтика рисуется вот расскажите нам взгляд изнутри насколько сопоставима вот это вот киношная картинка с реальностью но соотносится ходе ли я скорее смотрел особенно классику сажегло да и шарапова там но есть что-то правды и что-то наигран вот кстати говоря вот ты как полицейский как человек который в уголовном розыске работает вот это самая сцена когда жеглов подбрасывает обратно этот кошелек и тем самым как бы сажает кличка то было это кирпич кирпич да вот ты бы как поступил лучше посадить ты точно знаешь там преступник лучше посадить или все-таки закон есть закон и надо доказывать и ловить играть в кошки-мышки есть закон я отчасти осуждаю действия главного героя кинофильма но виновный понес наказание так вот если спрашивать ты бы как поступил в данной ситуации я бы поступил иначе его пытался законом метод заказать а вот смотрите такой на самом деле достаточно спорный момент вот вы знаете что человек ладно вор да бывает что вот человек убийца там какой-нибудь серийный грубо говоря и вы точно знаете это вот прямо точно на сто и один процент на тысячи один но доказательств нет и вот тут либо либо да вот грубо говоря подставить на каком-то моменте человека и под благовидным предлогом его закрыть либо отпустить его дальше убивать вот тут как бы встает противоречие до человеческий какой-то момент ты понимаешь что если я сейчас в какой-то степени не приступлю закон и не подставлю его но он пойдет и убьет еще или я наступлю на свои моральные какие-то принципы на присягу сделаю то что казалось бы не должен делать но и прекращу вот эту вот линию убийства приступать закон конечно же не надо я сам этого дела никому это не советую любого лицо который совершает преступление можно изобличить законным способом пускай это займет больше сил времени упорства но человек если он совершает по счету наказание на чем это проколется все равно ну конечно же это человек совершает поступление же делать все равно ошибки мы сегодня спим спокойно благодаря тому что наша полиция нас бережет и на этой мажорной ноте я предлагаю нам закончить нашу беседу тем более что время действия пароля к сожалению закончу кает предлагаю сделать нам селфи на память до традиционные давайте на красивый телефон николая сделаем давайте круто а потом мы увидим свои лица в ориентировках у николая сложный телефон ну а на этом все мы с вами прощаемся и увидимся с вами здесь же ровно через неделю пока пока счастливы всего доброго и ну и и и и и Продолжение следует...